Простились с ветхим прошлым. Полтысячи благовещенцев переезжают в новые благоустроенные дома. Загранпаспорт на полку. Знакомить с историей культуры Китая начали три библиотеки города. Уличные красавы. Увлеченные дворовым футболом ребята вступили в борьбу за призовую спортплощадку. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости города. В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте. Мебельные магазины областной столицы ждет наплыв посетителей. Купить кухонные гарнитуры, диваны и кровати предстоит пяти сотням благовещенцев. Столько в этом году отпразднуют новоселье благодаря программе переселения из аварийного жилья. Ключи от квартир в доме на Игнатьевском шоссе горожане уже получили. На торжестве побывала наша съемочная группа. От песен и плясок в третьем микрорайоне будто стало теплее. От улыбок собравшихся светлее. Заветные ключи получили 10 семей. Из жителей старых бараков они вмиг превратились в собственников квартир новенькой девятиэтажки. Важно, чтобы те аварийные дома, те бараки, которые находятся на территории нашего города, были ликвидированы в ближайшее время. И люди получили нормальное, комфортабельное жилье. Со всеми услугами, со всеми коммунальными условиями, с детскими площадками, с теплом. Чтобы у них в квартирах была всегда радость, уют и тепло. Ура! Наша квартира! Наконец-то! Класс! Свои эмоции супруги Доброштан скрыть не в силах. Получили трешку в 73 квадрата. До этого жили в бараке на Первомайской. Артем провел в нем все детство. Без удобств и батарей. В этой квартире даже регуляторы температуры есть. Как обставить, пара уже придумала. Кровать большую. При большую. При большую. Да, и можно уже планировать пополнение. Сколько детей хотите? Двоих. Сколько будет, всем буду рада. Сколько получится? В девятиэтажке на Игнатьевском шоссе 25-1 переселенцам отдадут все 78 квартир. В них эконом-ремонт, санфаянсы, кухонные плиты. В подъездах установлены немецкие лифты и подъемники для маломобильных жителей. Высотку на Василенко 12 в 108 квартир тоже скоро заселят. Ее посетил губернатор Василий Орлов. И отметил сдачу с сжатые сроки. Меньше, чем за год. Мы договорились с Минстроем России о том, что нам на два года будет выделено 1 миллиард 850 миллионов рублей для реализации этой программы. При этом есть принципиальная договоренность, что в случае, если своевременно будут освоены эти средства, нам выделят дополнительное финансирование. Общая потребность в Амурской области составляет порядка 9 миллиардов рублей. Этого хватит на переселение Амурчан, чье жилье признали аварийным до 2012 года. Всего за пять лет действия программы «Получить новенькие квартиры» смогли 11 тысяч человек. Кристина Каширина, Денис Лугов. Программа «Город». Транспортный коллапс почти на сутки обеспечила авария в третьем микрорайоне. Накануне вечером автомобиль снес светофор на пересечении Студенческое и Игнатьевского шоссе. Регулировать движение пришлось инспекторам ГИБДД. Водитель с места происшествия скрылся, однако номер его авто, по словам очевидцев, это был внедорожник, полицейским уже известен. Специалисты ГСТК, что сегодня с утра занялись восстановлением электронного регулировщика, ущерб намерены взыскать в полном объеме. Цифру пока не называют, но отмечают, он будет значительным. Виновник ДТП повредил консоль. Преамурья попала в топ регионов, чьи жители проводят в креслах самолетов рекордно много времени. Согласно исследованию одного из туристических поисковиков, амурчане тратят на перелет в среднем около шести часов. Пять часов показатели жителей Приморья и Кемеровской области. Лидерами рейтинга стали магаданцы. В среднем они находятся в воздухе шесть часов в пятьдесят минут. Меньше всех остальных – полтора часа жители Ростовской, Ярославской и Липецкой областей. В числе возможных причин – близость к центру России и малое число льготных перелетов. В нашем регионе их количество неуклонно растет. С этого года билеты со скидкой начали продавать сразу по семи направлениям. До Новосибирска, Екатеринбурга, Хабаровска, Петропавловска, Камчатского, Владивостока, Южно-Сахалинска и Якутска. Купить их можно в течение всего года, а не десяти месяцев, как раньше. Самый-самый Благовещенск признан лучшим образовательным проектом года. Такой оценки он удостоился в рамках Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя, в рамках которого специалисты Минобра и высшие чины Русской Православной Церкви отсмотрели свыше двух с половиной тысяч проектов со всех регионов страны. Напомню, самый-самый Благовещенск – это квест об истории города и его выдающихся жителях. Разработанный драматургом Яной Стародупо-Фанасьевой впервые вышел в печать в 2017 году. В конце сентября 2018 автор презентовала вторую часть, по маршруту которой прошло рекордное число горожан – 567 человек. Финальная игра состоится в следующем мае. С историей и традициями Поднебесной теперь можно познакомиться в читальнях. Четыре библиотеки имени Машука, Центральную, Молодежную и ту, что в Хэйхэ связал Международный информационный центр при граничье. Какие бонусы он сулит читателям с двух берегов Амура, на открытии разузнал наш корреспондент. Без резких движений библиотека Машука превратилась в цветущий сад, где гуляет девушка-павлин. Китайскую сказку о противостоянии двух братьев, добра и зла, актёры рассказали, не проранив и слова. Два месяца репетировали, чтобы донести смысл. С помощью музыки большинство понятно. Также они жестикулируют. Это тяжело, я думаю. Я никогда не пробовала. Не знаю. Не знали посетителей основ каллиграфии. Ей учила преподаватель БГПУ. Проведут мастер-классы, но уже по написанию русского алфавита и в Китае. Желающие попасть на них есть. Огромное количество людей интересуется российской культурой, российской литературой. Эта площадка должна в какой-то мере обогатить наши знания о России, обогатить нашу культурную жизнь, позволить понять другую культуру и другую страну. Для крыши мы делаем полудуки. Из полудук в центральной библиотеке рисовали китайские пагоды. После рассматривали китайские монеты. Их чеканили в 260 году до нашей эры. Нашли в Тамбовском районе. С курительными трубками, колокольчиками и пуговицами передали читальни. В Китае пуговицы носили разные, соответственно, исходя из сословной принадлежности. Если сословие выше было, то, соответственно, наиболее большая была пуговица. Если же, так скажем, беднее китайцы были, то они носили, соответственно, попроще. Проще стало изучать редкие книги. В фонде культурного центра 500 печатных и 2000 электронных изданий на двух языках. С 2009 года их собирали для занятий русских и китайских студентов. Теперь дали прочесть всем. Мы используем социальные сети и для взаимодействия, чтобы люди знали, какие мероприятия проводятся на базах этих центров и могли, когда посещают город Благовещенск с туристическим визитом, прийти и еще принять участие в тех мероприятиях, которые мы предлагаем. Они пройдут абсолютно бесплатно. Сайт и инстаграм-аккаунт управления культуры подскажут, когда. Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город». Педагогический отряд АМГУ признали лучшей студенческой командой этого года. Его бойцы отработали четыре смены в лагере «Энергетик». Опытом и достижениями они поделились на областном слете в честь закрытия летнего трудового семестра. «Хочу сразу сказать, что вы большие молодцы, очень гордимся вами. Наши ребята не только работают на космодроме восточном, но и на других объектах. Это строительство жилья в Тынге, это строительство перинатального комплекса. Очень отрадно, что не только на территории Амурской области труд наших студенческих отрядов востребован». Амурчане трудились оленеводами на Чукотке и Камчатке, строителями Сихоте Алинского заповедника и разработчиками газоконденсатного месторождения в Якутии. Обслуживали железнодорожные маршруты Тында-Новосибирск, Тында-Москва и Тында-Кисловодск. Ремонтировали федеральную автодорогу «Лена». Свыше 500 студентов получили новые навыки и открыли в себе неожиданные таланты. «Я ни разу не ставил танцы, но на космодроме это получилось, я поставил танцы и за счет этого, возможно, меня выбрали лучшим бойцом». 68 миллионов россиян могли бы сегодня отмечать свой праздник, если бы он был так же известен, как в Австралии и США, где 19 ноября празднуют Международный мужской день. Наш корреспондент решил выяснить, кого благовещенцы считают настоящими мужчинами. Смотрим. Настоящий мужчина – это тот, кто может защитить и девушку, и, в принципе, семью, и страну от всего-всего. Вот в моей жизни сейчас такой мужчина – это мой врач, который со мной возится, успокаивает и всегда провожает словами, что все будет хорошо. Настоящий мужчина, ну, прежде всего, конечно, своего сына, которому 61 год, он уже на пенсии, полковник в отставке, труженик великий, папа у него тоже был полковник. Настоящим мужчиной я бы назвал, я бы назвал своего отца, потому что быть мужчиной в наше время, достойным мужчиной, очень тяжело. А мой отец, потому что он мой отец, он пример для меня. Ну, президента, наверное. Ну, как, столько делает для страны. Пусть это будет Дмитрий Пучков. Почему? Ну, потому что он разносторонний человек, интересный, говорит по делу. Настоящего, ну, наверное, идеального мужчины нету на самом деле. Да, так же, как идеальные женщины. Размахивали нагайками, танцевали с шашками, пели во всю мощь своих легких. В Благовещенске выступил кубанский хор. Колоритом казачьей культуры зрители удивляли больше 80 артистов. Концерт в ОКЦ прошел с аншлагом. Наш оператор оценил. ОКЦ прошел с аншлагом. ОКЦ прошел с аншлагом. ОКЦ встретились в спортзале Аграрного университета. На очередном этапе Всероссийской акции Народного фронта. На кону путевка на межрегиональный этап. Все подробности в нашем сюжете. Соревнования в спортзале первые практически для всех десяти команд. До этого гоняли мяч исключительно во дворах. На интерес. Карен Арутюнян со своей командой ежедневно тренировался на стадионе 14-й школы. За два года дорос до капитана. Берет пример с полузащитника сборной Франции Поля Пагба. Он уже третий год играет в моей любимой команде. И четвертый год является моим любимым игроком. Мне очень нравится его техника и его удары. Это самое главное, можно сказать. Я бы от него, конечно, перенял бы его удар и технику. Бесспорно. Но я пытаюсь подражать ему. Но пока, так скажем, не очень получается. Но обыграть сборную из прогресса все же получилось. За две минуты первого тайма благовещенцы забили в ворота соперников три мяча. Приезжие футболисты знают почему. Ну как соперники, как бы то, что по возрасту высокие. Ну и вот то, что у нас команда чуть низкая, и мы как бы не успеваем за ними бегать. Так, тоже нормальные игроки. Но все равно, как бы, может попробуем еще выиграть. Не вышло. В ворота Амура-12 до конца игры залетело еще три мяча. В итоге команда школы-14 заняла второе место среди игроков младшей группы. Они любители, как и все на турнире. Это дворовые команды. То есть у нас был случай, что попытались принять участие профессиональные футболисты. Но, к сожалению, они у нас не проходят. Очень жесткий отбор. То есть профессионалов здесь не должно быть. Это должны быть ребята, которые просто увлечены футболом. Им живут, им нравится это играть. В старшей группе с игроками 16 и 17 лет поиграли кадеты Амура. Среди восьми младших команд с футболистами 14 и 15 лет победу одержала Первомайка из Шимановска. Эти сборные поедут к 8 декабря на межрегиональный этап в Хабаровск. Его победитель отправится в Санкт-Петербург на этап всероссийский. Там и разыграют дворовое футбольное поле. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». Больше 300 спортсменов и уже на татаме. В Благовещенске прошли состязания по рукопашному бою на призы мэра. За победу боролись даже девочки. Из 15 представителей слабого пола в боях не пострадала ни одна. Паренек-спортсмен получил удар в живот. Но такие попадания по корпусу правилами не запрещены. По правилам соревнований у нас в возрастной группе 12-13 лет не разрешены удары ниже пояса. Также у нас в этой возрастной группе и в 14-15 лет запрещены удары в партере. Удары в партере – это когда оба спортсмена находятся в положении лежа и один наносит удары другому спортсмену по корпусу или по голове. Это запрещено. Любителей запретных приемов не нашлось. Чемпионами в своих возрастных и весовых группах стали Константин Гамза, Станислав Ершов, Дмитрий Мунгалов, Сергей Сафонов и Илья Данькив. Они представят область на следующем чемпионате. Он пройдет в Благовещенске 8 и 9 декабря. На 10 золотых медалей за неделю пополнилась копилка Благовещенских спортсменов. Наибольшее количество наград высшей пробы привезли ушуисты с Кубка России. Сборная из 11 ребят в двух дисциплинах – таулу и кунг-фу – противостояли 700 соперников. Несмотря на внушительную конкуренцию, на пьедестал почета амурская команда поднималась 25 раз, получив 8 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Два золота и одно серебро завоевали в Приморье каратисты. Они участвовали в открытом чемпионате края. Он считается неофициальным первенством ДФО – одним из этапов отбора на всероссийский турнир. Еще две бронзовые медали в Благовещенск приехали из-за Байкалья – с чемпионата по спортивной аэробике. На этом выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Новости всегда в открытом доступе на tv-город.рф. Ваши звонки принимаем по номеру 52-4202. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова